ФАЙТ РЕВЮ 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 ФАЙТ ФАЙТ РЕВЮ ФАЙТ РЕВЮ ФАЙТ 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 РЕВЮ ФАЙТ 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 РЕВЮ ФАЙТ 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 РЕВЮ ФАЙТ ФАЙТ РЕВЮ ФАЙТ РЕВЮ ФАЙТ РЕВЮ ФАЙТ ФАЙТ Да, если, конечно, наш спортсмен хочет попасть именно, продолжать как профессиональный потом, да, для этого. Если он хочет команду просто поиграть, как уровень дворовой группы, тогда, конечно, варианты есть. И, может быть, он хочет дворовой уровень, но хочет учебу сильно, да, тогда можно усилить учебу, да, а хоккей как сопутствующий, да? Абсолютно верно. Можно еще варианты есть, когда мы едем в клубной играть в какой-то клуб, не учимся онлайн, например, живем в какой-то семье, учимся онлайн в каком-то школе или университете у нас в Латвии, или так же самое продолжать у нас учебу здесь онлайн. Что мы делали в прошлом году онлайн, весь год практически поручились, поэтому все возможно. И уже успешно, нормально, да, тренируясь? Да, играть там, показывая себя и получить уже какие-то перспективные, может быть, вначале не получишь самый-самый клуб, но надо реально понимать, что хоккеисты наши, даже тренируясь в одном из ведущих клубов в Риге, в Латвии, да, то есть понятно, что в Америке, в Канаде это все равно уровень ниже, поэтому, конечно, надо это понимать и принимать, да, то есть, ну, реально, да, войдя туда, нужно еще подниматься, да. Абсолютно верно, там уже показал ты себя, тебя увидели, в чемпионате предложили, не показал, значит, ты играешь на том уровне, на котором ты можешь играть, вот и все, как бы, поэтому... В Америке, конечно, баскетбол очень развит, да, то есть, ну, это такой хороший уровень, там очень... У нас же с баскетболом тоже вроде все нормально? Неплохо, но, опять же, сравнение, да, то есть, понятно... Да, 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 уровень, конечно, не сравнить, да, но... В Америке отличается и по спортивной подготовке, и технически, конечно, там он более быстрый баскетбол, как по себе, конечно, про каждый вид спорта рассказывает у нас каждый свой менеджер, который больше, более знает про каждый вид спорта, да, поэтому в этом плане, когда мы берем, как баскетболистам приводят заявочек, да, мы работаем именно с баскетболом, он рассказывает, показывает и объясняет, что, почему и где, да, то есть, хоккейный тренер, хоккейный менеджер по хоккею тоже объясняет, что, какие перспективы в Европе, где в Америке, что можно с твоими умениями, знаниями получить, поэтому там уже каждый вид спорта свой менеджер-профиль ведет и подробнее уже расскажет вам поточнее об этом. Твой профиль плавания, водная пола? Это хорошие виды спорта, но не дешевые тоже, да, бассейн тоже не есть ни в каждом университете и школе, да, поэтому он тоже такой, не такой дорогой, но как хоккей, да, но, в принципе, он не дешевый, скажем так, ну и, конечно, зависит от мастерства твоего. Волейбол, очень любят в Америке волейбол. Обычный, пляжный? Обычный, обычный пляжный волейбол, и они не на таком уровне, как, конечно, баскетбол, да, поэтому там цены могут быть немножко ниже, да, чем, поэтому получить стипендию, хорошую скидку, можно там проще, чем, например, на хоккей, например, тоже, да, как будто, поэтому, ну, виды разного спорта и... Хорошо. От локаций, да, смотреть. Облокс, образно, например, бокс или рейслинг, ну, борьба. Там борьба есть, там борьба даже не классическая, там немножко самая американская борьба, но она очень похожа на... Она очень похожа на... Да, это рейслинг, да, да. Там вот нету таких вот, таких боксингов, такого нет, у них вот именно борьба есть. Да. Поэтому ребята есть, которые переквалифицируются немножко и работают тоже там именно по борьбе, есть такие ребята, и это реально достаточно популярный вид спорта, и очень хорошо может там продвинуться по этому виду спорта включите. Он очень популярен там у них, да? Да, да, поэтому, что я думаю, что любые ребята, чем бы ни занимались, ну, найдут вид спорта свой, который может там заинтересовать, поэтому все в наших руках, как говорится, вперед. Это хороший стимул для тренировок, да, более, еще более, тренироваться усерднее, да, если есть цели уехать за границу, поэтому... Чем усерднее будешь тренироваться, лучший результат, соответственно, лучше может получить там больше... Лучшее будущее. Лучшее предложение, лучшее будущее. Лучшее будущее, да. Все взаимосвязано, поэтому тренируйтесь, занимайтесь спортом и приходите к нам. Спасибо, Игорь, это было действительно очень интересно, я надеюсь, мы поговорим еще не раз, а вам всем советую отдавать своих детей Игорю Катковскому на плавание, ну и плюс вот именно в эту систему образования за границей, это очень хороший шанс для вашего ребенка, воспитанника. Спасибо. Как быть? Дети рвутся в бассейн, а где найти место и время для занятий ума не приложу. Не удивляйся, дети любят плавать, а вот родителям не помешает знать, почему нужно уметь плавать и почему это так полезно. Уже интересно. Плавание полезно хотя бы потому, что оно укрепляет опорно-двигательный аппарат и дыхательную систему, что повышает выносливость ребенка в любом другом виде спорта в дальнейшем. А как же простуды? С точностью до наоборот, занятия в бассейне повышают сопротивляемость организма ребенка к болезням, что прекрасно в современных реалиях, улучшает его аппетит, гарантирует крепкий сон, укрепляет дыхательную и нервную систему, кстати и вашу тоже, когда ребенок с радостным визгом плещется в речке или в море. Убедил. Когда лучше начинать? Никогда не рано и никогда не поздно, но лучше спроси у специалистов плавательного клуба в шарке. Опыт у них богатый. За 15 лет плавательный клуб разработал уникальные методики, комплексы упражнений с учетом возраста и физиологических особенностей детей. Для ребят, имеющих навыки плавания, обучение элементам спортивного плавания и общая физическая подготовка. Тренер при необходимости находится с детьми в воде, показывает технику и следит за безопасностью. И заметь, все это в игровой форме. Яркие соревнования и семейные мероприятия с включением дипломов, медалей и призов. А главное, это здоровье и прекрасное настроение. А где проходят занятия? Групповые занятия, занятия в мини-группах и индивидуальные занятия проходят в Риге и Юрмале, где шикарные условия для развития плавательных способностей каждого ребенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА